Добрый вечер! В самом начале этого раздела есть отрывок, посвященный разладу семейной жизни, точнее, женщине, которая сбилась с пути и проявляет поведение, которое никоим образом не входит в рамки того, что Тора видит как правильное поведение для замужней женщины. Посмотрим текст. «И сказал Бог Муши, говори сынами Израиля, скажи им всякий муж, чья жена, собьется с пути и проявит ему неверность. И ляжет с ней мужчина со слиянием семени, и это скроется от глаз ее мужа, и она утаилась и осквернила себя. И нет свидетеля против нее, и все это в случае, если она не была взята силой. Если нашел на него дух ревности, и он предупредил свою жену, а она тем не менее осквернилась, или же нашел на него дух ревности, и он предупредил свою жену, и она не осквернилась. Вот это вот начало, шапка, когда читаешь текст, то совершенно не понимаешь, о чем идет речь. Сначала вроде речь пошла о том, что женщина сбилась с пути и имела запрещенную близость с чужим мужчиной. Потом вдруг оказывается, что если на мужа сошел дух ревности, и он предупредил свою жену. О чем предупредил? Если речь идет о том, что сказано уже раньше, то предупреждать уже немножко поздно. Предупредил, а она тем не менее осквернилась. Или же нашел на него дух ревности, а он предупредил свою жену, и она нет. Осквернилась или не осквернилась? Как все это понимать? Устная Тора, которая является основой Торы, в ней мы находим порядок и понимание о том, что имеется здесь в виду в этом отрывке. Речь идет о том, что муж, ревнуя к жене, очевидно на каких-то основаниях, небезосновательно, сделал ей предупреждение. А именно предупредил ее не уединяться с вот таким-то конкретным человеком. И это предупреждение было сделано при свидетелях. То есть это формальный шаг в данном случае. Что Тора не входит в вопрос о том, что подало ему повод для подобных предупреждений. Но, будь то объективные факторы или чисто субъективные, он воспринял ситуацию так, что сделал вот это вот предупреждение. Предупреждение было при свидетелях. А дальше то, что произошло, что несмотря на это предупреждение, его жена уединилась с тем самым названным человеком, но совершенно не ясно, что произошло там. Нет свидетелей того, что было. Уединились, имеется в виду, без свидетелей. И никто не знает, что произошло там. Может быть, согрешили. Может быть, был факт измены. Может быть, они вместе, совместно читали кроссворды. Может быть, они совместно слушали лекции какого-нибудь очень одухотворенного лектора из Толдотру или еще что-нибудь такого очень правильного и праведного. Все, может быть, никто не знает. Она в любом случае не признает за собой никакой вины. В этой ситуации, поскольку уже был сделан шаг к формальному предупреждению при свидетелях, и это предупреждение было нарушено, то перед мужем есть только две возможности. Либо он должен с женой развестись, либо Тора дает ему еще одну возможность восстановления мира в семье. Возможность эта была реальна только тогда, когда существовал храм в Иерусалиме. Так вот, что говорит Тора дальше. Тогда муж приведет свою жену к Коину и доставит для нее приношение, меньха, мучное приношение, десятую часть ячменной муки, но только пусть не нальет на него масло и не возложит ладана, ибо это приношение ревности, памятное пожертвование. То есть, в отличие от всех других рядов приношений, которые приносятся прежде всего из тонкой пшеничной муки, здесь это ячменная мука. Ячмень – это зерно, которым кормили скота. И поскольку поведение здесь похоже на животное, на скотское поведение, то и это приношение, оно именно из ячменной муки, напоминая, поскольку оно напоминает ту причину, из-за которой вообще эта женщина оказалась в храме. И чтобы масла тоже не было, то есть, самое-самое простое приношение, это приношение ревности, памятное пожертвование, напоминающее о грехе. И подведет ее Куэн, и поставит ее перед Богом. И наберет Куэн святой воды в глиняный сад суд, с земли, и земли с пола мешкана, то есть соборного шатра или святилища, поднимет Куэн и положит в эту воду. То есть, в данный момент это смесь воды с куском земли, которую взяли из пола святилища. И заклянет ее Куэн. То есть, он произносит клятву, а она должна ее либо принять, либо отвергнуть. Кай же клятва. Если не лежал с тобой мужчина, и ты не блудила, оскверняясь перед своим мужем, тогда не повредит тебе эта вода, несущая проклятие. Но если ты блудила, и другой мужчина лежал с тобой, тогда, и тогда, вот тогда заклянет, то есть, либо-либо, если ничего не было, то ничего не случится, но если ты блудила, тогда заклянет Куэн женщину клятвой проклятия. То есть, она принимает эту клятву и говорит «Амэн», и напишет Куэн эти заклятия на пергаменте, и сотрет их, те чернила, которыми они были написаны на пергаменте, сотрет их в горькую воду, в ту самую воду, которую приготовил раньше. И даст женщине выпить эту горькую воду, наводящую проклятие. Она выпьет эту воду, и будет. Если она осквернилась и изменила мужу, то войдет в нее эта наводящая проклятие вода горечью, ее живот вздуется, и чресла опадут, и страшное дело. Но если женщина не осквернилась и чиста, она останется невредимой и будет благословенна потомством. Мы не будем входить во все детали этого драматического отрывка. Меня интересует здесь, в основном, я хочу привести его только как предисловие для следующего отрывка, который меня сегодня больше интересует. Но поскольку мы все-таки его зачитали, следует отметить в нем два момента. Первый. То, что Тора здесь обещает, что если эта женщина в действительности за запертыми дверьми осквернилась, если имел место блуд, то выпитая ей вода, в которой растворились чернила от проклятия, приведет к ее вот такой вот ужасному состоянию, в котором она умрет тяжелой смертью от того, что живот ее вздуется, чресла ее опадут и так далее, и так далее. Это стопроцентное обещание или нет? Или зададим вопрос по-другому. Представим себе, что некая женщина пошла, кстати, и следует так говорить, что женщина, безусловно, может не согласиться на эту процедуру. Если она отказывается пить, то тогда тем самым она признает, что она виновата, снова неважно, было, не было, если она отказывается пить, она признает, что она виновата, и тогда при разводе тогда муж должен развестись с ней, и при этом она теряет свои социальные права, которые имеет любая другая женщина при разводе, а именно муж не обязан выплачивать ей сумму к тубы, алименты и так далее. Если же она все-таки на том настаивает, что она чиста и все подозрения не обоснованы, и вот она выпила, и с ней ничего не произошло, является ли это очевидным доказательством того, что она действительно ее заподозрили зря, или нет? Ответ наших мудрецов такой, безусловно, как и во всех остальных случаях жизни, то, что определяет судьбу человека, это множество различных факторов, как и физической области, если человек здоров человек или нет, это зависит, там много есть, у него может быть очень хорошие легкие, но больная печень, у него могут быть проблемы с пищеварением, но при всем при этом у него развитая мышечная система, у него может быть расстроенная нервная система и абсолютно здоровый обмен веществ и так далее и так далее в конечном итоге это самые разные факторы и здоровье и нездоровье человека и его жизнь и смерть определяется совокупным воздействием всех этих различных факторов то же самое и здесь быть может у этой женщины есть определенные вполне может быть так что она таки да согрешила но вместе с тем ничего страшного в момент когда она проходит вот эту самую процедуру проверки водой с ней не произойдет потому что заслуги которые у нее есть и которые она имеет приведут к тому они защитят ее от этого страшного конца в конечном итоге потом 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 по произойдет поэтому тот самый факт что ничего не вышло еще не является полным доказательством что ничего на самом деле не было но формально такой вот положительный результат проверки дает возможность мужу с ней не разводиться а продолжить семейную жизнь как-то постараться ее восстановить уже на обновленных основах это первый момент второй момент написано здесь что если она не сквернилась и чиста имеется в виду просто если все кончилось благополучно если она на самом деле сквернилась и чиста то она останется невредимой и будет благословена потомством вот это уже немножко странно а за что собственно говоря благословение потомством ведь речь идет ну хорошо она не сквернилась до до физической близости дело не дошло но при всем при том речь идет о женщине поведение которой совершенно не соответствует закону она она нарушила совершенно очевидно явный закон есть запрет торы женщине уединяться с мужчинами в случае если это замужняя женщина которая уединяется с другим с чужим мужчиной так это запрет торы так дело не дошло до греха но запрет уединяться она нарушила блуда собственно не было прелюбодеяния как это называется не было но был нарушен запрет и из-за того что не было прелюбодеяния за это она останется в нем и будет благословен на потомстве еще браха придет ответ на это такой что касается нарушения которое она сделала что касается нарушенного запрета уединяться то что называется ихуд то за него она понесет свое наказание это само само но с другой стороны она достойна и награды тоже ведь если она уже дошла несмотря на формальное предупреждение мужа при свидетелях и несмотря на это она все-таки уединилась с чужим мужчиной это значит что страсти в ее сердце подыхали самым самым сильным образом таким что многие люди при таком накале страсти и при такой силе влечения не в состоянии будут остановиться если эта женщина все-таки в последний момент взяла себя в руки и остановилась и до греха не дошла несмотря на то что она уже уединилась с чужим мужчиной если она сумела перебороть себя то за это ей полагается награда наказание за ихуд за то что уединилась сама по себе а награда за то что преодолела себя сама по себе одно не мешает другому это то что говорит здесь Тора что если она не осквернилась и чиста не только что она останется невредимой но еще будет благословенно потомством вот теперь прочитаем следующий отрывок это шестая глава самое начало шестой главы книги бемидба и сказал бог мужи говори сынами Израиля и скажи когда кто-либо мужчина или женщина даст обет стать назиром чтобы посвятить себя богу то он должен исполнить свое назарейство воздерживаясь от вина и хмельного он не должен пить ни винного уксуса ни хмельного уксуса он не должен пить никакой жидкости в которой был замочен виноград он не должен есть винограда ни свежего ни сушеного все дни своего назарейства ничего изготовленного из виноградной лозы от зерен до кожицы он не должен есть все дни его назарейства пусть бритва не касается его голови до прошествия дней которые он принял на себя чтобы исполнить обет назарейства богу И свободно растущие свои волосы на голове будут его тогда сняты. Все дни своего посвящения Богу он не должен приближаться к умершему. Не ради отца, не ради матери, не ради брата или сестры, даже ради них он не должен осквернять себя по их смерти, ибо венец посвящения Богу на его голове. Во все дни Назарийства он свят для Бога. Назарийство. Вот это наша основная тема сегодня. С одной стороны, Назарийство – это частный случай более общего явления, которое называется недер или обет. История учит, что если человек дал обещание, если он принял на себя обет, то его обет он обязан выполнять. То есть, есть святость человеческого слова. Дал слово – обязательно его исполнил. Но среди всех остальных обетов, которые человек может на себя принять, на Зерут обет отказа от вина, он занимает особое место. Во-первых, видно, что Тора к нему отдельно относится из того, что она выделила его в отдельный раздел. Во-вторых, Тора говорит, что когда кто-либо, мужчина или женщина, даст обет стать Назиром, чтобы посвятить себя Богу. Это не просто обет, это не просто воздержание. Здесь есть момент посвящения себя Богу, то есть восхождение на какую-то более высокую ступень. Он должен исполнить свое Назарийство. В этом отношении это точно так же, как и все остальные обеты. Дал обет – выполняй. Теперь в чем состоит этот обет? Воздерживаясь от вина и от хмельного. Хмельное не имеется в виду, как в некоторых переводах говорят, про спиртное. То есть в оригинале написано «Яйн вэ шейхар». «Яйн вэ шейхар» Раши говорит, что это следует понимать в соответствии с переводом Монкилуса. Назира отказывается как от нового, так и от старого вина. Хотя слово «шейхар» – в особенности людей, которые, столкнувшись с незнакомым вторым словом, лезут в словарь. Но там будет написано, что «шейхар», словом «шейхар» называется, в общем-то, любая бражка. Это может быть пиво, это может быть более крепкие спиртные напитки, которые получаются брожением не из вина, как водки, бренди и так далее, и так далее. Значит ли, что Назира понимает на себя воздержание от алкоголя? Ответ – нет, конечно, нет. И водку ему можно пить, тому, кто дал обед на зерейство. И виски ему можно пить. И текилу ему можно пить. Все, что он себе запрещает, это то, что связано с вином. И здесь «яйнвы шейхар», как объясняет здесь Раши, вслед за «ункилусом», имеется в виду вино и хмельное, то есть есть вино молодое. Вино молодое, под молодым вином понимается и виноградный сок, и только что сбродившее вино. В нем, конечно, уже градус есть, но градус еще небольшой. Это вино еще не сильно пьянящее. А вот шейхар, имеется в виду, это уже хмельное пьянящее вино, вино, которое отстоялось, набрало в результате брожения градус. Вот, что имеется здесь в виду. Но не остальные алкогольные напитки. Что еще ему запрещено? Мишратанови. Мишратанови имеется в виду, если виноград настаивали в какой-то воде, либо наоборот, взяли хлеб и макали его в виноградный сок или в вино, его сейчас хотят есть, это тоже запрещено. И он не должен есть ни винограда, ни свежего, ни сушеного, то есть изюм ему тоже запрещается. Это первая часть, все, что касается винограда. Виноград не есть, ни пить все, что делается из винограда, от виноградного сока вплоть до коньяка, все это нельзя. Все дни своего назарейства, ничего изготовленного из виноградной лозы, от зерен до кожицы он и должен есть. Даже кожица винограда, она тоже ему запрещена. Все дни его назарейства, пусть бритва не касается его головы. Вот второй запрет. Ему нельзя стричься и бриться. То есть он отращивает себе шевелю. До прошествия дней, которые он принял на себя, чтобы исполнить обет назарейства Бога. Кстати, здесь мы видим, что речь идет, как Тор видит, о принятии временного обета на определенное время. То есть человек отказывается от вина на какое-то время, которое он сам указывает. Устная Тора говорит, что если человек сам не указал время, то там лозирует шелушимьем. То есть обычное по умолчанию назарейство принимают на 30 дней. Все это время стричься нельзя. То, что написано дальше, что это шевелюра его растущая на голове, становится святая, это значит, что у него есть какая-то святость. Святость имеется в виду не трогать. Нельзя его трогать. Не стричь, не брить. Все дни своего посвящения он не должен приближаться к умершему. Наконец, третий запрет, Тунат Мэд, ему запрещено оскверняться близостью, касанием, либо нахождением под одной крышей с трупом человека. Даже если у него умирает кто-то из близких родственников, скажем, подобный запрет соприкосновения с трупом умершего есть и у Куани, у священников. Но там есть исключения ради близких родственников, ради семи близких родственников. Здесь исключений нет. Ни ради отца, ни ради матери, ни ради брата и сестры. Даже ради них он не должен исквернять себя по их смерти, ибо венец посвящения Богу на его голове. Такой, от такого уровня отдаления от соприкосновения с мертвым есть только у первого священника, Коин Гадолин. Во все дни назарейства он свят для Бога. Вот как Коин Гадолин прямо. Дальше Тора говорит так. Если же кто-нибудь внезапно умрет в его присутствии, он соблюдает, он не ходит на похороны, он не оказывается под одной крышей с трупами, он не ходит в больницу там, где есть патологоанатомическое отделение, он все не ходит. Но случилось так, нежданно, негаданно, внезапно, кто-то умер в его присутствии, когда он был рядом под одной крышей. Это лишит Назира его чистоты. То есть чистота от туматмет, от осквернения трупом ушла. Он должен обрить голову в день своего очищения. Во-первых, есть процедура очищения от туматмет, от осквернения, от нечистоты мертвого. Это продолжается 7 дней при помощи окропления водой. Так вот, в день своего очищения, когда он заканчивает эту процедуру очищения от туматмет, в седьмой день, вот тогда он должен обрить всю ту шевелюру, которую он растил себе до сих пор, в данный момент он должен ее обрить. А на восьмой день, то есть на следующий день по завершении 7 дней очищения, он принесет двух горлиц и двух молодых голубей, или двух молодых голубей, коину, ко входу в шатер собрания, в мешка, в святилище. До этого он не мог приносить жертву, поскольку дом нечист, теперь он уже может. И коин принесет одного в жертву, которая очищает приносящего его, а другую в жертву всесожжения. Так, две птицы, две жертвы, одна грехоочистительная, вторая жертва всесожжения. И искупит его от прегрешения за душу, и снова осветит его голову в тот же день. Что это за прегрешение за душу? Читаем дальше. «И сделает священник... И сделает священник одного из жертвы за грех, другого всесожжения, и искупит его от прегрешения за душу. И посвятит он Богу дни своего обета, а прежние дни пропадут». То есть, если он принял на себя обет на зерейство, 30 дней, предположим, и на 10-й день с ним такое случилось, то эти 10 дней, они не засчитываются ему, они упали. Он должен очистить, после того, как он полностью очистится, он должен засчитать себе снова 30 дней, соблюдать свой обет, поскольку он осквернился. То есть, для того, чтобы выполнить этот обет на зерейство, необходима непрерывность. И вот закон о Назире. В день завершения его обета, когда он уже с Божьей помощью, с миром все это завершил, надо привести его ко входу в шатер собрания, и он принесет в жертву Богу одного годовалого ягненка без изъяна во всесожжение и одну годовалую овцу в жертву за грех. Опять жертву за грех. И одного барана без изъяна в мирную жертву. И обреет Назир у входа в шатер собрание свою голову, возьмет волосы своей головы, положит на огонь, который подмерт. Вот такой отрывок. Дважды в этом отрывке, может быть, начнем еще с... Начнем вот с чего. Раший в самом начале этого отрывка спрашивает, почему глава о Назире следует сразу после главы о неверной жене. О неверной жене. Вот теперь понятно, почему мы читали весь этот отрывок. В чем смысл этого соседства? На первый взгляд, совершенно не связаны друг с другом отрывки. Какова здесь логика изложения? И Раший отвечает, цитируя, Талмуд, чтобы сказать и научить человека. Здесь есть некоторое к нескромность, к нескромному поведению и даже к супружеской измене. В этом связь. Никто, конечно, не знает, что было в каждом конкретном случае нескромного поведения. Никто не знает, почему та или другая жена изменила мужу. Может быть, она вообще вина на дух не переносит. Но, с другой стороны, по опыту каждый человек знает, что, конечно, есть в этом большая-большая доля правды. Вино, алкоголь дает человеку ощущение эйфории и ослабляет тормоза его личности. Самые различные тормоза. В том числе и тормоза нравственных. И то, что трезвому человеку кажется совершенно непреодолимыми препятствиями, человеку, который выпил, человеку под градусом, кажется, куда более легкими препятствиями. Он ощущает способность их перейти. В том числе и нравственные препятствия. И запреты тора тоже. Поэтому то поведение нескромное, которое трезвый человек себе не позволил бы, человек, выпивший, может представить себе, что это милая шутка и сделать. поэтому, если уж так получилось, что человеку Всевышний показал, человек наткнулся, оказался, как это можно, пришел человек в храм и увидел, что там происходит процедура проверки, которая, безусловно, очень унизительна для женщины, которая проходит эту проверку. Увидел вот это вот унижение женщины, которая подозревается в супругской неверности. И если уже ему довелось это увидеть, то он должен для себя сделать вывод. Он должен для себя увидеть здесь указующий перст и принять на себя обет воздержания от вина. Так пишет Раш. Кстати, почему этот обет воздержания от вина называется вторым словом Незерут? Какого происхождение этого корня? Назир. Есть два слова однокоренных и очень близких к нему. С одной стороны, это слово Незер, которое означает венец. С другой стороны, Лейтназер означает отказаться от чего бы то ни было. Раши, объясняя, почему это называется Незер, берет второй вариант, что имеется здесь в виду, корень Назар всюду и везде означает отказ от чего бы то ни было. Так же и здесь. Назир отказывается от вина и обет Назира, он посвящает себя Богу, как говорит текст. Это означает отказаться от вина не потому, что человек боится заболевания печени, не потому, что, а именно во имя небеса. Но вот, что остается непонятно. Дважды упомянуто здесь в тексте жертва, очистительная жертва за грех хатат. А в чем здесь был грех? Казалось бы, наоборот. Человек отказывается от вина. отказывается во имя небес. Есть в этом элемент аспект святости, который несколько раз на протяжении этого небольшого отрывка упомянуло здесь о святости. Во всем здесь тогда грех. Может быть, грех имеется в виду, что грех был здесь по ошибке, когда предпочитаем это еще раз. В первый раз грех упомянут по отношению к Назиру, с которым произошел неприятный случай, а именно совершенно внезапно он к этому не был готов, но совершенно внезапно рядом с ним умный человек. И он не аж до этого осквернился. Может быть, это называется грехом, хатат. Есть в этом определенная логика, ведь очистительные жертвы за грех не приносят за грехи умышленные, приносят их именно за неумышленные прегрешения. То же самое здесь человек ничего плохого не сделал, он просто находился в каком-то помещении, и рядом с ним совершенно неожиданно умер человек. И вот из-за этого прегрешения ему необходимо очиститься. хотя формулировка стихи, она позволяет, конечно, принять такое объяснение, но с некоторой натяжкой, потому что сказано и скупит его от прегрешения за душу. Шерхата Аль-Анефиш Во второй раз сказано это уже про Назира, который заключает свой Назирут. Никаких неприятностей не было. Он отсчитал свои 30 дней, заканчивается период воздержания, и тогда он приносит жертвы одна всесожжение, одна Шламим, мирная жертва, и еще раз Хатат. Ачистительная жертва за грех. А здесь зачем? Здесь-то никакого прегрешения не было, даже по ошибке, даже по незнанию ничего здесь не было, все здесь было гладко. За что же тогда грех? Раши, отвечая на наш вопрос, пишет так. И скупит его от прегрешения за душу грех, состоял в том, что Назир не был осторожен в отношении нечистоты мертвого тела. Первый ответ Раши, который он приводит анонимно, что это результат имеется здесь в виду прегрешения внеосторожности, ведь в любом случае любая неприятность, которая случается с человеком, даже внезапно, при всем притом, есть всегда доля его неосторожности. Вот за это он и приносит очистительную жертву, за этот грех. Рабель Азар, Акапар говорит, продолжает рашение, так, не в этом дело. Грех состоит в том, что Назир изнурял себя, отказываясь от вина. Вот в чем грех. Что-то вдруг отказывается от вина. Как говорят мудрецы, недостаточно тебе того, что Тора запретила, а запретила она очень много. Ты еще себе вводишь новые запреты. Почему вдруг? Это по отношению к самому себе некоторый момент изнурения, хотя, конечно, изнурение. Человек не лишил себя хлеба, он не лишил себя мяса или что-нибудь, он лишил себя всего лишь вина. Но вместе с тем, при всем при том, в этом есть момент изнурения, человек лишает себя удовольствия от вина, пусть приносит очистительную жертву за грех. Так говорит Рабель Азар Акапар. Раши приводит его вот этот вот комментарий, включая и слова Рабеля Азар Акапар, комментируя одиннадцатый стих, там, где речь идет о Назире, который осквернился в результате внезапной смерти человека рядом с ним. С этой точки зрения понятен первый комментарий Раши, первое его объяснение. В чем здесь грех? Грех стоит в том, что Назир не был осторожен в отношении чистоты мертвого тела. Но слова Рабеля Азара Акапара надо было бы привести не здесь, а в четырнадцатом стихе, где речь уже идет о мирном завершении Назирут. Когда Назир, отсчитавший все свои тридцатики, без всяких происшествий, без всяких мертвых, без всяких трупов, и он принесет в жертву Богу одного годовалого изненка без изъяна во всесожжение и одну годовалую овцу без изъяна в жертву за грех. Вот сюда нужно было бы привести слова Рабеля Азара Акапара «Какой же здесь грех? А грех в том, что человек лишил себя вина». Но Раши почему-то привел в одиннадцатом стихе. Не очень понятно. Если мы посмотрим других комментаторов, то там мы найдемся уже на другой подход. Арамбан. Арамбан как раз комментирует четырнадцатый стих, говоря о жертве за грех в завершении периода Назарейства и пишет Рамбан так. В тексте Торы не объяснено, почему в день завершения его обеда он должен принести грехоочистительную жертву. То есть в тексте искать ответ на этот вопрос бесполезно. Поэтому нам нужно его додумать и понять, в чем же здесь причина. Согласно простому смыслу, я знаю, что сказано в Талмуде со слов Рабеля Азар бен Капар, что проблема в том, что он лишил себя вина. Но согласно простому смыслу этот человек совершает грех именно тем, что завершает срок своего Назарейства. Приносится грехоочистительная жертва в день завершения, в чем грех в самом завершении. Ведь теперь он отказывается от своей святости, от прежде исполняемого им служения Богу, а ему бы следовало бы принять обед Назарейства навечно, если человек уже поднялся на высоту, отказался от вина. Отказался от вина во имя Бога. И почувствовал здесь аспект святости в своей жизни. Ну, так продолжаешь и дальше. Нет, он возвращается обратно к обычной жизни, к повседневности. А надо было бы принять обед Назарейства навечно, чтобы всю свою жизнь оставаться Назиром и служителем Бога. Ведь в Писании сказано, мы видим, говорит Рамбан, как Писание относится к Назирам. Из ваших сынов, так обещает пророк от имени Всевышнего, из ваших сынов возводил я в пророки, и из ваших юношей в Назиры. То есть самая высокая ступень, которую может достигнуть человек, это пророк. человек, который тот, кто напрямую общается с Богом. Ступенька одна ниже, это Назир. Более того, в ряде мест сказано, что Назиру, именно вот отказ от вина, от вина, от соприкосновения с мертвыми и от бритья, вот сам этот процесс, он является частью приготовления человека к пророчеству. есть много-много стадий, которые человек, который готовит себя в пророке, должен пройти. И то, что приближает его к тому, чтобы быть достойным пророчества, это Назир Назарейство. То есть Назир приравнивается к пророку. И так же написано все дни Назарейства, он свят перед Богом. Ну а теперь ему необходимо искупление за то, что он вновь оскверняется вожделениями, влечениями этого его. Так пишет Рамбан. Рамбан довольно последовательный, он пишет это в нескольких местах, в том числе и в своем комментарии к книге Вейкрафт в 19-й главе. Утверждая, что злоупотребление человека разрешенным ни к чему хорошего человека не приводит. И если человек отстраняется от этого злоупотребления разрешенным, все кошерным вином, кошерным мясом, близостью со своей законной женой, если человек от злоупотребления разрешенным отказывается, то это приводит человека к святости, к душе, возвышенности. И Назир здесь тоже называется кадош, он называется здесь святым, именно вследствие того, что он преодолевая свое естественное для человека влечение к вину, он отказывается от него. И этот отказ в принципе символизирует отказ вообще от влечений, вожделений. И безусловно нельзя говорить здесь о грехе, наоборот, речь идет о человеке, Пурамбану, который предпочел физическим удовольствием духовную высоту. В конечном итоге духовное наслаждение. Ведь на самом деле кто читал хотя бы немного о пророчестве, он знает, что пророчество доставляло человеку такое возвышенное наслаждение, перед которым все остальное ступало, бледнело. Ничего подобного в земной жизни человека невозможно было ощутить. Ну, так разве можно что-нибудь плохое сказать о человеке, который предпочитает возвышенные духовные наслаждения, удовольствием от вина. Конечно, нет. Так пишет Рамбан. Так, если у нас, казалось бы, два противоположных взгляда. Тот, который высказывает Раши со слов Рабеляза Акапа, что отказ от удовольствия от вина, то, что человек изнурял себя отказом от вина, это грех, который надо искупать. И Рамбан, который говорит наоборот, знаете, в чем здесь грех? Грех в том, что человек прекращает свой Назирут. Он приносит искупление за то, что он возвращается к обычной жизни, за то, что он позволяет себе вино. Ему надо было бы продолжать так оставаться Назирут. это возвышенная жизнь. Есть ли какая-нибудь возможность примирить? Кстати, сам Рамбан оговорился, что его объяснение это Пшат. То есть, он хорошо знает, что Драж здесь совершенно другой. А Пшат и Драж, какая точка соприкосновения между ними? Они ведь существуют не в разных галактиках. Они ведь объясняют тот же самый посох, они ведь объясняют ту же самую заповедь Торы, которая требует здесь принесения жертвы за грех. Есть ли между ними какая-то точка соприкосновения? Можно ли здесь найти какой-то компромисс, какую-то возможность сосуществования обоих объяснений? И Пшат и Драж, и того, что говорит Рабель Азара Капар, и того, что пишет Рамбан? Некоторые комментаторы говорят, скажем, Клиокар, конечно, можно найти точку соприкосновения. В принципе, конечно же, отказ от вина это положительная вещь, это приводит к связости, это отдаляет человека. Все нравоучения можно их не причислять, но на самом деле человек должен был бы отказываться этого, не зарекаясь, не давая себе обет. Ведь что происходит в тот момент, когда человек зарекается? Его ей царара тут же начинает атаковать его. Когда человек воздерживается от чего-то, не беря на себя обязательства, ему намного легче воздерживаться. Каждый, кто хоть раз пытался сесть на диету для того, чтобы сбавить вес, он хорошо это знает. И если человек просто решает, что он будет воздерживаться от сладкого или от жирного или еще от чего-то, не так уж сложно. Но если человек говорит, все, все, есть этого больше не буду, я сел на диету, мне этого нельзя, как только он сказал, мне этого нельзя, ой, как теперь хочется, еще как, теперь ему намного-намного сложнее. Так же, говорит, здесь клейкар, хочешь приблизиться к святости, хочешь воздержаться от вина, воздерживайся, зачем же обед поводовать, в чем здесь грех, грех, в обеде. Пожалуй, наиболее интересный подход мы находим в книге Рабимус Эйзерлиш, Рама, Рама из Шухана Руха, помимо того, что он был великим кодификатором и законоучителем, у него есть еще и философский трактат, он его написал под влиянием философской системы Рамбама, Турат Ха Ула, есть у него книга по Аллахе, в области Йордеа, Турат Хатат, а есть еще и Турат Аулахе, это философский трактат. И вот там он различает между назарейством как временным средством и назарейством либо вообще любым другим видом аскетизма как образом жизни, как постоянным образом жизни. этот подход в котором назарейство приветствуется как временное средство против необузданной чувственности человека, а Рамо почерпнул Рамбама в его книге Шмуна Пракима. Шмуна Пракима – это эссе Рамбама, в котором он развивает свое этическое учение и там он утверждает, что всюду и везде и всегда человек должен придерживаться золотой середины, не впадая ни в одну из крайностей, ибо любая крайность – это плохо. И во всем и всегда нужно придерживаться золотой середины. К примеру, быть скупым – это плохо, но сорить деньгами, транжирить, быть мотом – это тоже плохо. А что хорошо? Середина – золотая середина – это то, что называется щедрость. Не не сорить деньгами, но и не быть скупым. Быть вспыльчивым, гневливым – это плохо, это очень плохо. Быть совершенно бесчувственным – это тоже плохо. А золотая середина – это быть терпеливым. И так во всех качествах человеческого характера и во всех в любом образе поведения. Всюду и везде придерживаться золотой середины, помня, что любая крайность, любая, любая крайность, она отрицательна. При всем при том, Рамбом пишет там, что в ряде случаев следует пойти на крайность. Когда? Когда человек хочет бороться с другой крайностью. К примеру, если человек очень досаждает его скупость, он чувствует, что ему необходимо свою скупость побороть. Вот здесь, а каким образом побороть свою скупость? Здесь человек должен пойти на обратную крайность, для того, чтобы в конечном итоге выровняться. То есть, если его склоняет в одну сторону, он должен перегнуть палку в другую сторону, для того, чтобы в конечном итоге выйти на золотую середину. То же самое и здесь по поводу на золотую середину. На золотую середину. Когда человек чувствует, что жизнь его превращается в сплошную погоню за удовольствием, что он не научился говорить себе «нет», что он не в состоянии ограничивать себя и обуздывать свои влечения, в данном случае самое лучшее, что он одно из лучших средств, которые он может в данном случае воспользоваться, предпринять, это разорейство. Дать обед воздержание от вина на 30 дней. Это крайность. Крайность нежелательная. Но вместе с тем в данном случае это оправданно. Ведь в любом случае, когда мы идем на крайность, крайность всегда вредна. Это объективно. Это вредно для личности человека любая крайность. Но, говорит Рамбом, если мы, если человек хочет бороться с обратной крайностью, то он может пойти на крайность. Несмотря на то, что есть вред, да, но точно так же, как мы пользуемся лекарствами в физической области, не в области духовной. В физической области мы принимаем лекарства. Да ведь у каждого лекарства есть побочные эффекты, побочные определенные воздействия. Большая часть из них вообще-то вредны. Или, по крайней мере, многие из них вредны. И вместе с тем мы берем лекарства. Несмотря на вред, который оно наносит, как побочный эффект. Потому что нужно бороться, у нас нет другого выхода, нужно бороться с болезнью, которая куда более опасна. В этом случае игра стоит свечи. Мы сознательно идем на вред, который приносит лекарства, только для того, чтобы избавиться от настоящей опасности. То же самое здесь. И если человек чувствует опасность в своем гневе, в своей гневливости, вспыльчивости, это действительно колоссальная опасность, то лучше ему на некоторое время пойти на некоторое время, точно так же, как мы используем лекарства, не дай Бог, принимать лекарства всю жизнь. Но на некоторое время принимать лекарства для того, чтобы, уйдя в другую крайность, выровняться. Ну, а вред, который нанесен, нанесен для того, чтобы этот вред нейтрализовать в случае назарейства. Вот здесь Тора и сказала, да, назарейство, в принципе, как образ жизни, это нежелательная вещь. Но в качестве резкого и крайнего средства для человека, который чувствует, что он погряз в материальности, что он не в состоянии остановиться, не в состоянии ограничить себя, как резкое крайнее средство, это хорошо. Но для того, чтобы нейтрализовать побочный эффект, для этого должна быть очистительная жертва за грех. В особенности нужно понять, что становится ясно то, что мудрецы говорят здесь, когда, если человек увидел, как увидел позор и унижение неверной жены, то он должен принять на себя обет назарейства. Как происходит, как люди доходят до супружеской измены? Динамика здесь такая, что человек, разрешая себе ряд вещей, в какой-то момент переходит границу, когда дальше он уже не в состоянии остановиться, когда дальше он уже собой не владеет. Если человек не умеет говорить себе «нет», если у него нет самодисциплин, если он ощущает, что отказать себе он не в силах и все, что ему захотелось, он немедленно должен себе этого доставить, то у человека возникает безусловно и справедливое опасение, что если так, в какой-то момент он может перейти черту дозволенного. Если он не умеет ограничивать себя в разрешенном, он пьет кошерное вино, он ест кошерное мясо и близость только со своей женой, но если он себе ни в чем не отказывает, то в какой-то момент, когда ему очень захочется, он может прийти и границу дозволенного. И если человек это ощущает, то самое правильное для него сейчас, говорит Тора, прими обед на зарезь, на 30 дней. Обед, обед это значит ни в коем случае, ни за что, ни за какие коврижки. За эти 30 дней научись говорить себе нет, научись заставлять себя, научись отказывать себе, научись самоограничению, поднимись на более высокий уровень, там где хоть чуть-чуть есть какая-то святость. Попробуй. Но в качестве постоянного образа жизни это неприемлемо. Человек с точки зрения иудаизма не должен отказывать себе в удовольствиях и даже простых физических удовольствиях. Он должен себя держать в руках, он должен управлять собой и должен стараться направить свою материальную жизнь на служение Богу. он должен превратить и физическое удовольствие тоже в средство для служения Богу. Так Арамбом пишет, например, Белхот-де-От законах о нравах. Пусть не подумает человек, раз уж вожделение, честолюбие и тому подобное плохой путь, то лучше избавиться от них совершенно, отдалиться к противоположному концу, до того, что перестанет есть мясо и пить вино и не женится. Это все плохой путь. Нельзя так себя вести. Тот, кто так себя везет, называется грешником, грешащим. И он приводит тут же стих, который мы обсуждаем, и искупит его за то, что взял грех на душу. Сказали мудрецы, если уж Назир, который отказался всего лишь только от вина, что он себе запретил, только вино. И все-таки он должен приносить ископительную жертву, тем более тот, кто отказался от остальных вещей. Человек должен устремлять все поступки до единого только на приближение к Всевышнему. Таким образом, когда он торгует или трудится для заработка, пусть не будет его сердце только мысли о накоплении денег. Он должен делать это с целью обеспечить себя всем необходимым. Так когда он ест и пьет, вступает в интимную близость, он не должен иметь в виду делать это только для удовольствия и так далее. Вот это правильный путь. Понятно, что аскетизм и как частный случай назарейства, как образ жизни не приемлем. Как временное средство, да. Теперь понятно, кстати, почему Раший привел слова Рабель Азара Капар, который говорит, что Назир, лишивший себя вина, должен принести очистительную жертву за грех. Почему он привел это именно в 11 стихе, где речь идет о Назире, который прервал свой Назирут из-за того, что рядом с ним умер кто-то внезапно. Надо было бы это, вроде бы, мы сказали, привести его слова там, где речь идет о завершении Назирут, там, где понятно, что состав преступления состоит в самом Назирействе. Почему же Раший привел это в случае с прерванным Назирейством? Ответ он очень простой. Мы уже привели пример с лекарствами. Лекарство, которое нам прописывают, оно имеет эффект, когда его принимают постоянно, без перерыва. Каждый день. А если его прерывают, тогда эффекта нет положительного. А побочные эффекты вредные, они есть, конечно. Тогда получается, что человек с одной стороны не вылечился, а с другой стороны весь вред, который есть в лекарствах, получил, за что страдали. То же самое получается у Назира, который прервался. Назирут прервался, то есть все те, весь тот положительный эффект, который могло дать Назирейство. Это, как говорит Аллаха, это минимум 30 дней. А меньше 30 дней воздержания ни к чему не приводит. Оно не дает человеку никаких преимуществ. А вред нанести, вред оно успеет нанести. Именно поэтому Рашу упоминает об этом здесь. Человек, который закончил свой Назирут, он отказ от вина приносит человеку вред, да, как и любой другой ацкетизм, как и любая другая крайность. Но она оправдана, человек получает нечто взамен, игра стоит свеч. А если он прерывается посередине, игра свеч не стоила. Поэтому именно там, по поводу Назира, который прерывает свой Назирут из-за внезапно умершего рядом с ним человека, именно там Раши приводит слова Рабелязара Капар, что Назир должен принести очистительную жертву за то, что он лишил себя вина. Ну и теперь, наконец, как с Рамбаном. Рамбан же говорит, что грех он в обратном, грех он в том, что Назир прекращает свой Назирут, он должен был бы на всю жизнь оказаться, а так по сечении 30 дней он заканчивает Назирут и на этом считается все нормально и возвращается к обычной жизни. Почувствовав святость, должен был там оставаться. А дело здесь вот в чем. То, что верно по отношению к одному, отдельно взятому еврею верно и по отношению ко всему народу. Весь народ это один, говорят наши мудрецы, если человек столкнулся с случаем супружеской измены с женщиной, которую муж заподозрил в неверности и она проходит вот эту унизительную процедуру проверки в храме, то человек должен отказаться от вина. Что это значит? Это в организме, самое главное в организме это баланс. Должен быть баланс между различными частями народа, между различными людьми. Люди-то все разные. Одни более духовные, другие менее духовные, одни более правные. Самые-самые разные. Но если человек сталкивается с таким случаем, как супружеская измена, это уж действительно очень важно. Если в еврейском народе появились люди, которые доходят в своем подчинении, своим влечением до того, что готовы уединяться с чужими женами, с чужими мужьями и блудить, то другая сторона, должны быть другие люди, которые для необходимого баланса должны удариться в другую крайность. Если есть одна крайность на этом полюсе, то должна быть обратная крайность на другом. Они должны отказать себе даже разрешенным. вино приводит к легкости и к нескромности, нужно отказаться от вина. И если человек уже взял на себя эту роль, и он взял на себя эту функцию и отказался от вина, и 30 дней провел, увидел, что можно так жить, можно жить без вина, да, можно. Почувствовал какой-то вкус святости, да. И он знает, что тем самым он уравновешивает вот этот вот необходимый баланс в народе. И теперь он считает свою функцию законченной, и теперь он хочет возвращаться к обычной нормальной жизни. Такой человек он дезертир. Он уходит со своего поста. Тот, кто не попытался даже, тот, кто считал бы себя слабым и не попытался бы взять это на себя, к нему нет претензий. Слаб-слаб, остался посередине. Но тот, кто был готов пойти на эту крайность, тот, кто был готов ради сохранения баланса в народе, принять на себя такие ограничения, если он после этого сдается и не продолжает жить на этой более высокой ступени, а хочет вернуться к обычной нормальной жизни, это уже грех. За него нужно приносить жертву за искупление, потому что это настоящая дезертиза.